Продолжим телепередачу пресс-релизом, который пришел в нашу редакцию. Пресс-релиз. Мы приглашаем вас, дорогая съемочная группа, на День открытых дверей в Котельную. Мы как узнали, что в Котельной проходит День открытых дверей, сразу же собрали все свои пожитки и поехали снимать, потому что же это ж эпичное событие. День открытых дверей в Котельной! Там же наверняка есть Виктор Цой или Юрий Шевчук. Ну что, здесь собрались самые крутые будущие теплоэнергетики, и мы отправляемся на экскурсию куда? В Котельную! А посетили мы новенькую современную Котельную в микрорайоне Радужный. Именно от этой Котельной зависит, будет ли в домах радужнинцев горячая вода и тепло. Надежда, вы, я так понимаю, вот эти все колбочки, какие-то штучки, это вы так воду проверяете? Это вот так воду проверяем. Это вот что за приборчик? Это у нас пашметр. Какая кислотность у нас идет в воде? В воде, да. Так, какая? 7,23, это что значит? Это хорошее. И мыться, и пить. Ну пить нельзя, но мыться можно. Мыться можно, да. После этого мы отправились в комнату оператора Котельной. Именно отсюда он управляет механизмом запуска тепла. Сегодня эта ответственность лежит на Викторе. Чувствуете ли вы себя вообще всем гощем после этого? Да нет, конечно. Почему вы решили пойти именно вот оператором Котельной? Может быть вы вдохновились биографией Виктора Цоя? Нет, наверное. Тихий, музыку не пишете? Нет, пока. Пока. А есть что-то в задумках? Ну, может что-то есть. Рок будете петь? Не знаю, как пойдет. Значит, все должны вас запомнить. Виктор. Будущий, возможно, музыкант. И можно автограф тогда у вас на всякий случай взять, вдруг потом по мне пробиться. Ой, как красиво. Все. Ну а теперь самое время спуститься в Котельную. О, как прикольно тут. Это трехкодовой клапан. Шкафы управления сетевыми насосами. Это режимные карты котла. А давайте-ка я лучше объясню вам все это сама, как девочка. Вот это большая штучка, в которую поступает газ. И по какой-то там трубочке, наверное, вот по этой, бежит вода теплая в дома жильцов поселка Радужного. Это все, что я поняла. И вот так вот получается и работает вот вся система котельной, да? Да. Но слова коротко и ярко. Да. Как тебе такая экскурсия? Нормальная, потому что все новое. Вот это приятно. Потому что мы были на ТЭЦ, на ТЭЦ-5 и на ТЭЦ-4. Это, ой, лучше бы я не знал, где вода появляется моя, которая дома. Раньше бы вас называли кочегарами, а теперь вы? Теплоэнергетики. Что вот было интересно, что, может быть, вас удивило? Отсутствие диэратора. Можно по-русски? Ну, такое устройство для диэрирования воды. Я думал, после этой фразы тебе должны сразу же поставить за полугодие пятерку. Это было бы круто. Теперь мы вместе с ребятами знаем, как выглядит современная котельная. Оксана Стяшкина, специально для программы «Вятка Тудэй». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok